Ну что, дорогие друзья, это первый ивент-влог от организации Event Vloggers, куда мы вступили уже, я думаю, сегодня мы идем на книговорот. То есть это такое мероприятие, куда вы приносите свои книги, оставляйте их там и можете взять любую другую, которая там есть, которая вам понравилась. А что за адрес? Прочитать адрес 7-я Красноармейская, дом 30. Зачем мы сюда пришли, мы вам уже, в общем-то, объяснили. Вот, а самое интересное, с чем мы сюда пришли? Макс, ты с чем сюда пришел? Я сегодня пришел с книгой Бачинского и Стилавина «Кривой эфир». Я купил ее, так получилось, что сразу после гибели Бачинского, думал, честно говоря, что там будет намного смешнее, интереснее. Но было, ну, по крайней мере, для меня не так смешно, как кажется. Может быть, просто я... Открой сумочку. Потому что вырос на их эфирах, и поэтому мне повторы шуток не очень смешные. А я вот такую вот книгу под названием «Магический круг», это автор Кэтрин Невилл. Это блокбастер наподобие этого... Как он там называется? «Король льва». Нет, намного круче. Наподобие этого. Блин, скажите мне, «Цифровая крепость». А, да-да-да, те самые известные. «Код да Винчи» вспомнил. Наподобие «Кода да Винчи». Все. В общем-то, мы готовы сделать то, что мы должны сделать. Все, Макс, давай, я тебя веду. Ну что ж, пошли. И проходите выбирать. У нас сегодня и на улице, и в холле. Вот, кстати, нашим многим зрителям она бы очень понадобилась. Обучение русскому языку для 4-6 классов по новой программе из 70-го года. Мне кажется, шикарно. Красноухи и черепахи. Это очень интересно. 99 советов по красноухе. А вот сотый, если бы был сотый, я бы сразу взял. Эмалаф, неинтересно. Голодание. О, Геннадий Петрович Малахов. Малахов. Итак, эксперимент. Пахнет ли уриной? Фу. Нет. К сожалению, хотел сказать, к счастью, не пахнет. Книга «Хорошая работа». Это из раздела «Фантастика». Из раздела «Видеоблогерское дело». Ага. Ну, кстати, да. Правление арийскому. Это «Пирамиды масла»? Да. «Хлебовый и икро». Так, женщина на кухне. Это приятно. Это тоже из раздела «Фантастика». Женщина на кухне? Да. По-моему, это так и должно быть. Там рецепты. Ага. А, вот оно что. Тогда все в порядке. Я думаю, там рассказывается, как... Как ее надо задумать. Да. Женщины, дом и карьера. Назовите лишнее слово. Время носить модные шляпы и выбирать книги. Итак. Здравствуйте. Какую книгу вы принесли? Я принесла три книги. Все они представляют собой литературу художественную, с историческим окон. Нет. Все посвящено истории. И сколько штук принесли? Три. А хотите взять что? Хочу взять вот такой приключенческий роман. Ну ничего себе. Уже история, но такой еще не читала. А вы были в прошлом году здесь? Нет, к сожалению, не довелось. Вот первый раз. Мы вот тоже первый раз. Но я надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным, и много людей, которые прочитали свои книги, и они им не нужны, подарят просто сюда и возьмут что-нибудь, что им реально нужно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Так, ну что ж, я определился с книгой, которую я хочу взять. Так, какую же ты берешь книгу? Хочу вот такую. Свою дорогущую книгу меняю на Роберта Паттисона. Ты думаешь, она дешевле стоит, чем твоя книга? Вот, я вот это возьму. Ну что ж, естественно, я наконец-то совершенно случайно. Я нашел, да, то, что я, оказывается, хотел. Это книга «Вызов брошен», повесть. Это книга «Аксика». Да. То есть, поэтому громко кричит, что «И-ха-а-а-а-а», мы не можем. Все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok